Здравствуйте! Это программа «Ваша партия. Один на один» и я ее ведущий Артем Кудинов. Несмотря на то, что сегодня, 7 ноября, не является государственным праздником, по-прежнему многие отмечают его и считают важным, поскольку так или иначе он связан с целой эпохой нашей истории. К слову, в декабре исполнится 100 лет установлению на Алтае советской власти, а в будущем, в 2020 году, другой юбилей, 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. А это повод встретиться с одним из самых заметных участников политической жизни Алтая в новейшей истории нашего региона. Фактически, мой сегодняшний гость был последним руководителем Алтайского края в советское время, а в самые трудные для коммунистов годы руководил краевой организацией КПРФ. В гостях Виталий Сафронов. Виталий Александрович, здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии. Ну и по поводу дня 7 ноября, дня Великой Октябрьской социалистической революции, как вы считаете, не потерял ли этот праздник сегодня своего значения? И вообще, с вашей точки зрения, это коммунистический праздник или праздник всенародный? Я думаю, это все-таки праздник всенародный. И он в нашей сегодняшней ситуации, с учетом международной положения, так сказать, положения в нашей стране, на мой взгляд, приобретает новую актуальность. Вот, те процессы глобальные, которые происходят, так сказать, в мире, свидетельствуют о том, что, к сожалению, значит, капитализм, его высшая стадия, оказался не в состоянии удовлетворять элементарно-человеческие потребности. И тот огонек, который в свое время зажгла Октябрьская революция, к сожалению, усилием многих, так сказать, консервативных сил был потушен, но внимание, интерес, истребление к тому, чтобы жить в государстве, в социальной справедливости, когда свобода, равенство, братство, не лозунги, а реалия дня, приобретают все большее значение. Поэтому у меня есть основания сегодня поздравить всех приверженцев вот этой справедливой, так сказать, нормальной жизни с очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и выразить уверенность в общее, так сказать, настроение, что ее идеалы все-таки в жизнь воплотятся. Я буквально два слова к этому хочу добавить, потому что мы, к сожалению, сегодня, значит, власть, которая исповедует другие, сегодня другую идеологию, вот, пытается замолчать, а где-то чуть-чуть черной красочкой замазать вот всю историю, так сказать, советского народа, связанной с историей после Октябрьской. Ну, что делать, так сказать, такова жизнь политической борьбы, значит, но я хочу подчеркнуть, что нам бы надо гордиться. Вот французы там Бастилию какую-то освободили, и она затронула только французов, но у них национальный праздник, это национальная гордость. А Октябрьская революция, наши вот эти русские мужики, наши деды и прадеды, так сказать, сумели сколыхнуть не только Россию, но и весь мир. Ну да, то есть, о всемирном историческом значении, я думаю, никто спорить не будет, потому что действительно на весь мир повлияла революция. И этим надо гордиться, так сказать, от нашей национальной гордости. Ну, немножко, так сказать, от таких вот глобальных философских каких-то рассуждений вернуться на нашу землю, на Алтайскую землю. Сто лет назад в Алтайском крае окончательно установилась советская власть. В 19-м году, 10-го декабря, освободили Барнаул от колчаковцев, и, в общем, были созданы органы советской власти и так далее. Вы в свое время были последним руководителем всего Алтайского края в советский период. То есть, вы были первым секретарем Алтайского крайкома с 90-го по 91-й, до момента распада, по-моему, Советского Союза. Ну, до запрета. До запрета, да, до запрета. И потом, в 93-м, когда партию разрешили снова, вы стали снова первым секретарем. Ну, когда у вас создалась краевая организация. Как руководитель края, последний руководитель края в советское время, как вы оцениваете, что все-таки потерял край после ликвидации Советского Союза, Советской власти? Ну, потерял он многое, но я хочу выделить, пожалуй, главное, то, что касается самих людей, наших земляков. Ну, у нас с этого вообще логичнее начинать. Мне кажется, прежде всего, мы потеряли темпы экономического развития. Все у нас упалодривалось. И сегодня наполовину, так сказать, вот сельскохозяйство, мы вот, правда, последние годы почти к пяти миллионам зерна подходим. Но эта цифра примерно, значит, три с половиной, четыре, в 72-м году пять миллионов двести тысяч тонн продавали государству. А еще такой же кусок оставался на потребу, так сказать, вот, наших жителей, крестьян, для сельхозвоспроизводства. Та же картина и в промышленности. Промышленность, наверное, больше даже пострадала, чем в сельскохозяйстве. Ну, естественно. Значит, молока производили, значит, полтора миллиона тонн, сейчас половину меньше. Ну, какое показание ни возьми, все наполовину. Это вот первое. А второе, это наполовину мы имеем возможность, как бы, развивать социальную сферу, вкладывать средства, значит, выплачивать зарплату и так далее. Все с этим связано. Поэтому, как бы, люди, особенно люди труда, наемные работники, они потеряли, значит, наполовину. Я уже не говорю о том, что жилье, мы темпы тогда набрали до трех миллионов квадратных метров, начали сдавать половину на селе, половину в городах, значит, бесплатные квартиры, так сказать, жилье, социальные объекты и так далее. Сейчас, если половину будем делать, наверное, это будет очень большое достижение. Ну, если бы, если бы. Поэтому, конечно, без всякой, если идеологии, а просто по жизни, так сказать, на это трезво посмотреть. Виталий Александрович, а все-таки вот мы говорим о потерях, да, о том, что мы потеряли, ну, я понимаю, что что-то и приобрели, конечно, но мы сейчас... Ну, наверное, кое-что. Да, что-то... Жизнь же движется вперед. И в плюс, да, можно занести. Ну, с вашей точки зрения, когда мы все-таки, Алтайский край начал отставать, может быть, от соседних регионов, когда мы вот оказались в такой позиции догоняющего региона, вот все-таки это же не одномоментно с распадом Союза и все пропало. Ну, наверное, что-то еще какие-то были причины? Ну, вот я над этим, конечно, вопросом не единожды как бы сам с собой рассуждал и находил. Точка невозврата, может быть, когда вот переломилось и все. Все-таки, на мой взгляд, это падение началось не одномоментно, постепенно, с развалом постепенно нашего народного хозяйства. Все-таки при плановом хозяйстве, значит, когда и экономика, и другие вопросы строились, планово, и взаимосвязи... Хозяйственные связи, так называемые. Сдругие уровни. Если только они начали рваться, мы начали терять. Тем более, что наш край, в отличие, скажем, от Кемеровской области, Красноярского края, или это Томской области, не обладает запасами, так сказать, сырья. А когда экономика пала, там главное, богатство стало сырье, у нас его не оказалось. Значит, наши многие предприятия стали задыхаться от нехватки сырья. Вот хлопчатый бумажный комбинат умер первый, потому что он работал на узбекском хлопке. А я помню тот момент, когда в свое время полупьяный Ельцин, значит, ну, там какие-то претензии предъявляли узбеки, и он сказал, да, я лучше 2 миллиона безработных ткачек на Алтае и в Иваново прокормлю, чем 12 миллионов узбеков. И в итоге мы вынуждены были покупать хлопок, узбекский хлопок, так сказать, на бирже, так сказать, в Лондоне. Ну, с одной стороны, рынки сырья, а с другой стороны, рынки сбыта. Та же Средняя Азия, это был рынок сбыта наших тракторов, сельхозтехники, которые в Рубцовске производили. Вот отсюда и началось падение. Это вот первое. А второе, значит, некомпетентность предсказательной к власти. Вот я как раз хотел об этом спросить. Вы говорили об объективных факторах, макроэкономических. Да, и субъективных факторах. А вот то, что касается субъективного, какие, с вашей точки зрения, были ошибки допущены, которые вот привели к той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Ну, вот я хорошо знал Райфите, что Володя, я его так могу называть, потому что знал как инструктора Первомайского райкома, как директора. Он много раз обращался ко мне, будучи, когда я про Союзах работал, ну, зная его. Он был убежденный сторонник, с ним мы беседовали. Это частная собственность, и рынок все сами отрегулирует. Ну, это не только он. Это такое широко распространенное было мнение тогда. Ну, я говорю конкретно о нем. Рынок все отрегулирует, все расставит по местам. Все он по своим по местам. Вот расставили, потому что я ездил по краю, по восстановлению партии, приезжаю в Хабары, захожу к главе администрации, там человек наш, коммунист, член КПРом сидит. Ты как здесь, Григорьевич? Учитель школы, историю, всю жизнь проработал. Я говорю, да вот, не знаю, позвали к Райфике, что? Значит, он мне говорит, есть мнение о главе администрации стать. Как? Я не знаю ни сельского хозяйства. А сейчас главе администрации экономикой заниматься не надо. Вот тебе ключи и иди рули. Ну, он честный человек, он месяца два посидел там и ушел. Ну, это к вопросу о кадровой политике, кстати. Да, да, да. Вот отсюда и решения были. Или приезжая в родной район, он к Рушиху был там, шел глава администрации, вот, стол, телефон, ни одной бумажки, ничего, сидим час-полтора, ни звонка, ничего, так сказать. Это глава администрации? Глава администрации. Начинаю спрашивать, а какой надой, ну, условно говоря. Экономические показатели. Ну, не знаю. Ну, это как, не знаю. А почему ты не знаешь? Они дают. Я говорю, на кой ляп ты сидишь здесь? Ты извини, пожалуйста. Вот этот момент, он сыграл, так сказать, очень негативную роль. И плюс к этому был напор. Вот. Все-таки мы его сказали. Ну, наверное, вот, Виталий Александрович, я, извините, вас перебью просто. Ну, наверное, не только же тогда были допущены какие-то ошибки, и были и позже, может быть, какие-то просчеты, может быть. Ну, вот какие просчеты? Я считаю, что вообще колоссальной глупостью был вот насильственный перевод коллективных хозяйств, особенно колхозов. Это все-таки коллективный колхоз. Но все про 90-е годы. То есть это все ведь происходило тогда. Нет, но оно потом имело огромные последствия. Насильственным путем заставляли переходить, так сказать, в новую форму собственности. Это ООО там. Да, элемент очень был простой. Банкам же прийтили выдавать, так сказать, деньги, собственные деньги, под старые печати, где было. У нас один Павлов, колхоз Кирова-Шипунова остался, с печати устоял. Остальных всех заставили переименовать. И в итоге, казалось бы, этой глупейшей совсем технической операции совершили такую революцию, когда, так сказать, вся экономика хозяйств лопнула. Поэтому вот... Ну, тогда же были такие тоже, в общем, наивные идеи о том, что фермеры прокормят нас. Не крупнотоварное производство. А вот мелкий собственник, вот он как бы... Жизнь-то показала, что все намного сложнее на самом деле. Значит, в последующие годы я вот уже при Александре Богдановичу Карлине, мы на эту тему с ним неоднократно говорили, так сказать, как говорят, и дискутировали. Вы же заканчивали один с ним институт, только в разное время, да? Я только... Свердловский юридический институт. Да, 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 да. Альбомата родная у нас. Да, 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 да. Вот. Например, значит, ну, какая ошибка была? Она была... Состоялась в том, что наше руководство, в том числе и губернатор, слепо следовало указания сверху из Москвы. Вот как там сказали, значит, как бы, значит, умри, но, как говорят, выдай. И в итоге вот эти вопросы связаны, так сказать, с, значит, ликвидацией малочисленных, малокомплектных школ, ФАПов. Оптимизация, то, что говорят, оптимизация. Ну, просто уничтожение, сокращение. В итоге, естественно, так сказать, вот, многие молодые люди, родители с детьми вынуждены были уехать. Это принесло колоссальный ущерб. Я помню на одном из отчетов, когда Карен начитывался предкраевым законодательным собранием, в Крайдрам-театре, у нас там такой занавес сбился, поле наше, алтайская пшеница такая золотая. И Александр Богданович тогда читался, и главный фактор у нас – туризм, так сказать, зоны отдыха и так далее, что они спасут экономику, вот это, сельский туризм, так сказать, фермеры там и так далее. Я тогда, Александр Богданович, да, это надо, этим надо заниматься. Но спаситель не там, вот вы повернитесь, да, и посмотрите, вот наше алтайское поле. Потому что у нас другого ничего нет. И вот жизнь подтверждает, что именно сельское хозяйство, и у нас сегодня является палочкой выручалочкой. То есть вы считаете, что это наша, как некоторые говорят, судьба, да? Конечно. Что мы от этого никуда не денемся. Природа матушка, причем прекрасная алтайская природа и возможности. Вы наверняка, Виталий Александрович, следите за тем, что в настоящее время происходит в крае. Как оцениваете вот эти вот перемены, события, вот эти факты нашей жизни? Что изменилось, по вашему мнению, со сменой власти? А что, может быть, осталось неизменно? Может быть, не надо менять, а может быть, надо и этим заняться? Ну, мне как бы, ну, вот так углубленно на этот вопрос сложно ответить, потому что я сейчас... Ну, такие, в первом приближении, как говорят. Я сейчас пенсионер. Да, да, да. И как бы только через прессы... Ну, живете, газеты читаете, телевизор смотрите, да. Да, 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 у меня есть свои выводы. Ну, мне сложнее говорить об исполнительной власти. Значит, я, то, что я читаю... Скажите о том, что вам ближе. Да, слышу. Ну, вроде намерения, значит, нормальные, иногда хорошие, иногда просто правильные. Но мы знаем, что хорошими намерениями, так сказать, ват дорога мстится. Поэтому покажет время, если эти намерения будут не как у Зеленского обещания, как будут, за этим будут следовать конкретные действия. Ну, у некоторых, так сказать, как огонечки есть. Я вот, моя родина Панкрушиха, рядом там Камень на Абе. Это как-то с детства все известно. Вот, но в свое время Каменский район был один из лучших. И Пересталь, Парфенов за развитие района получил звание Героя Саттруда. Дороги были прекрасные, тем более канал там был. Все было нормально. Ну, вот прошло как бы 40 лет. Экономика там дошла, так сказать, до нуля. Дороги разбили и так далее. Там действительно проехать на танки невозможно. Но сейчас, считаю, в Алтайской правде почти из номера в номер. Это сделали, это сделали. Наводят порядок, потому что там был период вообще какого-то, даже без власти, я бы так сказал, там толком вообще непонятно. Я не хочу сказать, что это огромное достижение, но это правильно, так сказать, шаг за шагом. Поэтому, значит, ну а если опосредованно... Ну, изменились же взаимоотношения власти и парламента, по-моему. Вот об этом может быть. Вам-то это ближе, я думаю. Да, мне это ближе, я как бы знаю. Ну, понимаете, какая вещь, так сказать. В свое время КПСС была руководящей, направляющей. Она была партией, имела идеологию. Кому-то нравилось, кому-то нет. Сегодня справедливая Россия, то есть единая Россия считается у нас как бы правящей партией. Но, к сожалению, у этой партии нет идеологии. Она, может быть, я грубо скажу, но это так и есть, пусть не обижаются господа на меня. Она просто слуга двух господ, олигархов и чиновников. Вот что не скажет, то и мы здесь, в том числе и на Алтае, пытаемся воплотить. Я это многолетним, я восемь раз избирался депутатом Краевого Совета, народных депутатов. Четыре в советское время и четыре раза в постсоветский период. Дважды в Госдуму. Поэтому, как бы, всю кухню, всю историю я знаю. И вот сегодня я слышу, заговорили, я как раз хочу подчеркнуть под изменение, что Романенко выступает, я говорю, вот у нас принят, пожалуй, почти единственный в России закон о поддержке сельского хозяйства, согласно которому там должны были из краевого бюджета выделять не менее 6% от бюджета в общем на поддержку села. Вот это, он как доброе выдает. А я-то знаю, что когда мы это приняли, когда наша фракция была большая, 23 человека, мы сумели этот закон принять, но когда появился в крае Александр Богданович, он через своих, как бы, соплеменников, сопартийцев, внесли предложение приостановить действие закона. Посчитали, что это обременительно для бюджета. И многие годы этот закон не действовал. Значит, вот поэтому, значит, сегодня говорят, что это здорово, это хорошо. Или взять закон ветеранов труда Алтайского края. Сколько, какое сопротивление, слово огромное. Потому что сначала отдавайте только те, кто имеет правительственные награды. И на первом этапе в крае этого звания удостоилось всего 18 тысяч долларов. Сегодня больше полумиллиона ветеранов, кстати, пользуются этими льготами. Вот. Ну, все сейчас хвалят, все правильно, хорошо. Значит, и я могу эти примеры продолжать. Италий Александрович, да. Поэтому, поэтому, вся беда в том, что, вот, и беда нашего края, что мы часто бездумно-то выполняем команды, которые раздаются сверху. Италий Александрович, все-таки... Я вот часто говорят, во всяком случае, нередко, что причиной многих наших проблем в Алтайском крае является дефицит профессиональных кадров. Как вот согласны с этим? Действительно ли у нас таких вот подготовленных, грамотных людей не хватает? Ну, Иосиф Виссарионович Сталин, не зря фразу эту произнес, что кадры решают все. Это на самом деле так. Значит, сегодня дефицит огромный кадров во всех сферах. И в производственных, и в социальных сферах не хватает учителей, врачей и так далее. Или я не говорю уже о их, так сказать, что называется, качестве. Вот, кстати, это увязано с предыдущим вопросом. Вот слышу, сейчас говорят, что фракция «Единая Россия» готовит проект закона о поддержке молодых ученых, молодых специалистов в Алтайском крае. Значит, почему? Такая нужда есть, потому что огромный отток миграции молодых кадров, особенно молодых ученых, значит, за пределы края. Ну, не только за пределы, есть ведь еще и люди, которые получают образование, а по специальности просто не работают, потому что зарплата низкая. Ну, я уже про это не говорю, а потому что отток огромный отток. Так вот, пять лет назад наша фракция, КПРФ, законодательное собрание, с молодыми учеными вместе, вот тогда активно, ныне доктора юридических наук Васильев, значит, подготовили такой проект. Вынесли на обсуждение комитета, который возглавлял, так сказать, вот Лазарев. Она, значит, наука у них была. Собрали совет, научный совет, который был, приказы, который возглавляет Шойхет. Все ладушки-ладушки, и пять лет мурыжили, и этот закон под разными, так сказать, соусами все-таки не приняли. И в итоге пять лет страну после войны за две пятилетки подняли, так сказать, из руин, так сказать. Тут за пять лет сколько кадров, талантов, так сказать, вот умных голов у тех. Понятно. Виталий Александрович, а если мы говорим о кадрах, то что, с Вашей точки зрения, нужно сделать для того, чтобы к руководству Алтайского края на разных уровнях, в муниципалитетах, в городах, может быть, в разных ведомствах, министерствах приходили грамотные, подготовленные люди? Ведь, по-моему, в Советском Союзе существовала такая вот выстроенная достаточно система вообще отбора, продвижения, карьерного роста, в хорошем смысле, карьерного, профессионального роста кадров, управленческих, я в первую очередь говорю. Ну, что нужно делать? Надо как бы иметь четкую кадровую политику. А что это значит? То есть, надо иметь планы подготовки кадров для различных отраслей. И, значит, она как в советское время была построена, так сказать, вот, появился молодой специалист где-то на производстве, его брали на учет. Вот, соответственно, что... Ну, Гитарий Александрович, я просто уточню. Ну, тогда у нас была плановая экономика, вот в чем дело. И поэтому знали, что для этой отрасли понадобится столько-то специалистов, для этой, вот это является, может быть, приоритетной. А сейчас, насколько я знаю, у нас такое очень, как бы, странное. Оно есть планирование, да? Нет, намерение есть. Да, какое-то немножко абстрактное. Ну, в этом и трагедия. Поэтому надо, как бы, значит, иметь в этом плане, так сказать, четкую государственную политику. Виталий Александрович, извините, а вот если сравнивать, вы в советское время работали и сталкивались с очень многими руководителями, советскими, партийными, что их вообще отличает от тех руководителей советского периода, от нынешней формации, генерации, скажем так, руководителей и так далее? Какое-то, может быть, принципиальное отличие есть? Ну, и в те времена, как и сейчас, всякие были. Ну, понятно. И умные, и девочки. Я не о крайности. И талантливые. Я все-таки вот о, так сказать, системе, да? Но... Не об исключениях, а о правилах. Да, я специально эту фразу потребил, чтобы сказать, что отличает как раз, вот, как бы, кадры этого периода, значит, определенной системностью. Значит, ну, надо еще и сходить из того, что, говорят, там при КПСС, где был диктат партии, по существу, раньше все руководящие кадры были наемными работниками, начиная с генерального стария партии. Его избирали. Ну, уж прям наемный работник. А как? Ну, а как? Его избирали. Кому не сейчас нанимали. Или как? А как? Сейчас губернатора выбирают, президента выбирают. Вот это... Ну, разве что вот городоначальника нашего, там, как бы, другая система. Дайте, пойдем дальше. Вот его избирали или утверждали, значит, была партийная организация, был совет коллектива, были собрания рабочих, где руководители постоянно перед своими, так сказать, как бы, коллективом отчитывались. Они были всегда подотчетны. Всегда. Подконтрольный, получается. Подконтрольный и подотчетный. Подотчетный, да. Подотчетный, да, да, да. Сегодня, Владимир Владимировича избрали, Путина, кому он подотчетен, кто его контролирует, кто ему что может сказать. Абсолютно. Ну, мне кажется, это и первый секретарь, в смысле, генеральный секретарь. Ну, как же, там было, значит, политбюро, были пленумы регулярно, съезды там, извините, ходили и тряслись, кому надо. Поэтому сегодня вот эта система бесконтрольная... Ну, если мы спустимся с федеральных, с московских ресурсов, до Алтайского края, ну, наш губернатор отчитывается ежегодно? Ну, извините, это пародия на отчет. Пародия чистейшая. Вот, ну, слава Богу, я эти отчеты... Каждый раз выступал по отчетам, мы вносили предложение. Раз в год, просто губернатор делает не отчет, а доклад. Доклад. О работе за прошедший год администрации. И принимается короткое постановление. Как правило, туда записывают, чтобы, значит, вот, принять сведения, вот, просить администрацию продолжить свою платформную работу. Никогда мы предложения вносили, что обязательно вот на этот вопрос обратить внимание, потому что проблемы есть. Я с Александром Богдановичем говорил, и с Александром, когда мы принимаем такие плоские постановления, это вред. Это чиновник считает, что он хорошо работает. Ему не надо больше прибавлять. Говорит, все бесконтрольно, все хорошо. Поэтому вот эта система сегодня абсолютно порочная. Ну, вы же сами говорите, Виталий Александрович, что сейчас стало больше прав у краевого парламента, и в том числе и контроля, и... Ну, кстати говоря, я тоже могу... В отношении исполнительной власти. ...почеркнуть, что новизна появилась, потому что часть полномочий, которые в свое время добровольно ждали депутаты Единой России при нашем сопротивлении, там, скажем, отказались утверждать первых замов, значит, что сегодня, значит, целевые программы в масштабах страны, это нациальная программа, а в масштабах края целевые программы. утверждает, готовит, так сказать, утверждает, финансирует, и сам перед собой отчитывается, это только губернатор. Депутаты никакого отношения. А это самый жизненно важный вопрос. Ну, вот сейчас некоторые, как бы, элементы, значит, депутатского контроля потихоньку начали возвращаться. Я считаю, что это хорошо, если губернатор пойдет дальше и сумеет депутатский корпус края, как бы, взять для того, чтобы совместно разрабатывать программы, контролировать, значит, вот, вести контроль и спрос соответствующий, соответствующих людей. Дело будет с детей лучше. А от политики, может быть, частным, у вас многие в крае знают, многих я знаю, просто интересуют. Вы сейчас уже, в общем, на пенсии, да? Слава Богу, 83 годики. А, да, отошли от дел, может быть, у вас больше свободного времени, чему вы его посвящаете? Есть ли у вас какие-то увлечения, хобби, может быть? О, Господи, есть же, конечно. Ну, расскажите коротко. Значит, ну, самое большое хобби, у меня много друзей. Ага. Кроме того, что товарищей по совместной работе, по убеждениям, есть и друзья у меня. Есть друзья по рыбалке. Ну, все-таки хобби рыбалка, я так понимаю. Ну, я улетаю с рыбалкой зимней. Зимней, да? Я предпочитаю зимнюю, потому что она меня привлекает к тем, что поедешь в мороз, там, эти, лед метровый, лунных 10. В этом году собираетесь? Обязательно. Готовлюсь, Настя. Возвращаюсь, потом в течение почти недели давление 120 на 80. Ну, понятно. Да. Ну, Виталий Александрович, ну, спасибо большое за разговор, чтобы у вас всегда было давление 120 на 80, чувствовали себя замечательно. Напомню, в гостях программы «Ваша партия. Один на один» сегодня был Виталий Александрович Сафронов, последний в советское время руководитель Алтайского края, лидер алтайских коммунистов, неоднократно избиравшийся депутатом Госдумы и Краевого парламента. Человек уважаемый и авторитетный. Ну, а вам, дорогие телезрители, всего доброго. Не забывайте нашу историю, она очень поучительная. И не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго, встретимся через неделю. Спасибо.